Привет! Вы смотрите звукосниматель на ТНТ Онега. Мы продолжаем знакомить вас со всем многообразием стилей и направлений на музыкальной сцене Петрозаводска. А это такая у нас миссия. Иначе зачем еще нужен звукосниматель? Ну, может быть, для того, чтобы там были анонсы концертов, новости местного шоу-бизнеса и уроки английского. Наша команда называется Бред Бардак Бэнд Апельсины под холодильником. Состав команды такой. Слева направо. Андрей Бармалей. Гитара, вокал. Шмель. Ударные. Я, Денис. Вокал и гитара, соло-гитара. И кот. Бас-гитара. Ну, почему же такое название, Денис? Ответьте. А, Апельсины под холодильником. Я подошел, говорю, Денис, как называешь? Говорит, да, пох. Ну, мы как бы... Расшифровали аббревиатуру, получилось Апельсины под холодильником. Бред Бардак Бэнд именно потому, что ни к какому стилю мы нашу команду не относим. У нас все песни разных стилей, большинство песен разных стилей. Даже есть шансон. Да. И упор основной, основной упор команды на тексты, а не привязываться к какому-то конкретному стилю музыки. Может быть, хотелось что-нибудь между Ленинградом и Сектор Газа поиграть. Но без мат. Но без мат. Естественно, да, все в рамках ключа. Хотя и как раз он нам не претит, да. Да. Не чуждо нам и классическое творчество. Да. Поэтому, может быть, когда-нибудь на втором альбоме и во втором выпуске Звукоснимателя, в следующем точнее, мы, может быть, еще сыграем для вас, господа. Другие песни. Да, конечно. На самом деле, эта песенка наша визитная карточка. Все концерты, которые мы отыграли, мы начинаем с нее. Для того, чтобы приблизить к себе аудиторию, расположить к себе публику и задать настрой для всего дальнейшего сета. Звукоснимателя Утром солнышко рано встает, у меня от него поднимается, и бельчонок орешки грызет. И от них у него поднимается, и от них у него поднимается. Медвежонок по лесу идет, у него и не опускается, ах, как тихо, волшебно в лесу, и у всех по лесу поднимается. Вот девчонка куда-то идет, у меня от нее поднимается. На ходу шоколадку грызет, у нее от нее поднимается. Вот в коляске веселый малыш смотрит далее, а так улыбается, как прекрасна весна. И у всех от нее поднимается. Настроение При поддержке Центра Инициатива. Иностранные языки для детей и взрослых. Здравствуйте, друзья! Вернувшись с летних каникул, мы продолжаем наши уроки английского. Сегодня мы узнаем что-то интересное. Абсолютно все из нас слышали эту песню и, может быть, даже пели, называя ее Шизгадой. Так вот, сегодня мы узнаем, о чем эта песня, какие грамматические структуры в ней используются. И, конечно же, мы узнаем, что такое или кто такая эта самая Шизгада. Итак, начнем с куплета. A goddess on a mountaintop – богиня на горной вершине. Burning like a silver flame – горит, как серебряный факел. Мы можем обратить внимание на форму глагола burning. Из предыдущих уроков мы знаем, что глагол с окончанием ing обозначает действие, находящиеся в процессе и относится к временам категории continuous. A summit of beauty and love – вершина красоты и любви. And Venus was her name – имя ей Венера. And Venus was her name. Между прочим, песня, которую все привыкли называть Шизгадой, на самом деле так и называется – Venus, то есть Венера. Where are your Venus? И, наконец, she's got it. Yeah, baby, she's got it. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Давайте посмотрим. She has got it. У нее это есть, она этим обладает. Видимо, нам хотят рассказать о том, что у этой женщины, богини, есть что-то, чего нет у других. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Вот и все. She's got it. В ней это есть. У нее есть это. Звукосниматель Вы смотрите Звукосниматель на ТНТ Онего. Единственную в своем роде программу, посвященную всему животрепещущему многообразию карельской и петрозаводской музыки. Те артисты, которые считают, что они не меньше других заслуживают того, чтобы быть показанными в звукоснимателе, найдут подробные инструкции на сайте нашего телеканала. А мы продолжаем программу. Всем песням не больше трех месяцев. Да, команде три месяца, нашей команде три месяца всего. Песня «Розовый Каен» была написана второй. Первая была как раз «Весна», вот вторая «Каен». Это про машины, про отношения разных автолюбителей на разных машинах, другим автолюбителям на других машинах. А так и все, мы задорная песня, как танцевальная такая вот, все хорошо. Песня «Розовый Каен» Песня «Розовый Каен». 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 Поздравляю вас. То, что нужно. Спасибо большое. Воспользуйтесь. Обязательно. Надеюсь, пригодится. Спасибо. Клуб «Даскапитал» продолжает серию больших сольных концертов, за вход на которые денег не берут. В воскресенье, 23 сентября, задвиги Поплавского в Петрозаводске. Песня «Розовый Каен». Бывшая Петрозаводская группа ныне именуется «Питерской», но в нашем городе их любят не за это. Начало концерта в 7 вечера. Понедельник, 24 сентября, на сцене «Арт Кафе ФМ» будет не протолкнуться. Три Петрозаводские группы выступят в одном концерте. В афише значатся. Однажды побывавшая в программе звукосниматель группа «Дождь по барабану». Местные панк-рокеры «Свобода действий». И еще одни участники звукоснимателя «Ансамбль не содержит ГМО». Вход на концерт, несмотря на такое количество участников, бесплатный. Начало, как обычно, в 8 вечера. Вот и все на сегодня. Вы смотрели звукосниматель на ТНТ «Онега». Через неделю вас ждет продолжение уроков английского и музыка, не похожая на ту, что звучало сегодня. Что лишний раз доказывает наше стремление отразить все многообразие стилей и направлений, присутствующих на Петрозаводской сцене. Увидимся, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok